Наверное, зажиг как-то раз, Случайно встретила я вас. Но вы вдвоём были со мною. Жизнь невозможно повернуть назад, И время не на них не остановит. А я сяду в каприоле, Уеду куда-нибудь. Композитор пел мне песни, Истичный слогал поем. Есть песни, которые вы написали, допустим, вы для Аллы написали что-то, а что-то вы написали для Аллегровой. Вы писали для, или так получилось, что у человека... Это для, нет, я писал для Игоря Крутого, он в то время работал с Ирой. А на ваш взгляд, допустим, может быть так, что эта песня спела бы... Нет, нельзя, зачем? Здесь точечное было, так сказать, направление, и всё, как же. Это давно мы писали песни для никого. И сначала писали песни, а потом несли исполнителям. Это в 70-х годах. Давай покажем этому, давай покажем этому. Как вот у меня песню, давай поговорим. У меня пел сначала Миша Боярский на выпускном вечере с моей музыкой, потом Андрей Миронов, потом... Кто ещё пел? Андрей Миронов, потом Богатиков с немкой пели, и ещё кто-то пел. И вот давай поговорим, я название времени не знаю. А я говорю, у роса, говорю, ну, шуточная песня. А, конечно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Конечно. Вот это было не адресно. Это вот... Вот появился Андрей Миронов, я ему показал, ему понравилось. Он записал. Потом кто-то попросил. Кто же Ахилища пел? Эрик пел. И Богатиков... Богатиков... Тихо! Богатиков вообще имя сделало на этой песне. С немкой он спел. Так что вот такие дела. Так же, как и Людочка Сенчина на «Золушке» сделала имя себе. У меня многие песни принесли, конечно, удачу. «Золушка» удивительная. Алла стала лауреатом с песней «Посидим по ухе». Лауреатом союзного конкурса. Так что... Вот. Ира Понаровская гран-при получила в Сопоте. С Журбиным у нас песня «Зови меня, Любовь», «Зови на край зимы». Так что я многим помог. Да. Не говоря о том, что яблони в цвету. Мы выиграли Братиславскую лиру. Впервые для Советского Союза в 1975 году. В вашей профессии тоже, наверное, нужно быть в тусовке. Мы говорили с вами. Да, 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 может быть, да. Нужно дружить. А Илья же, он же... Не, он дружился вот так уже. Хватит уже. Илья... Я поработал на всех. И очень часто бесплатно, кстати. Нет, Илья... Хорошо поработал. Сейчас просто настолько он самодостаточный, Мариан. И он... Вот мы не в тусовке. И мы такие счастливые, что мы не тратим на эти пустые посиделки время. Была передача «Достояние республики» с композитором Матецким. Насколько ревнивые даже в чужом композиторы. То есть, там было 10 песен. Одна была на мои стихи. «Позови меня, и я...» «Позови меня, в ночи приду». Вот это то, что Сашевский пел, а сейчас Майданов пел. Вот. Все песни объявлялись. Авторы, кто поэты... Рассказывались про поэты. Рассказывались про меня ни слова. Моя песня выиграла. А эта песня выиграла. Я из памяти сотрудников. Меня не объявил он. И никто не сказал ни слова. Никто не сказал ни слова. Такая ревность. Мы, кстати, Сережа Шурина хотели позвонить по этому поводу. Не знаю. Но это свинство просто. В творческой среде твои друзья те, с которыми ты сейчас работаешь. Вот у вас есть цель. У вас ты папа, она мама. Или там композитор, или исполнитель. И вот мы должны родить что-то. Вот мы рожаем, и потом ищем новую маму, папу. Понимаете? То есть мы... Главное вот то, что вот в этом творчестве, сотворчестве, это главное. Вот есть цель общая. Мы должны... Вот я сейчас Дианочке Гурцкой с одним знаменитым иностранным композитом пишу пять песен. Не скажу, с каким композитом. Но сейчас для меня Диана Гурцкая очень близкий человек. Раньше с ней не работали? Нет, работали. Диана, вот девять месяцев надежды поет мою песню. Я сейчас смотрю на свой архив, думаю, боже мой, сколько... Еще сколько лежит вот этого материала, песенного и стихотворного, некому давать. Потому что исполнители сами пишут, экономят деньги, сами пишут. Назовешь какую-то сумму, они будут кричать, что это дорого. Вот, хотя мои песни миллионы даже приносят некоторым, товарищам, долларов. И покупают, так сказать, особняки там на Средиземном море, покупают шкафы из крокодилей кожи. Не могло же быть, с той же Аллой Борисовной сейчас, я знаю, что вы скажете, я не буду отвечать на этот вопрос. Не могло же быть, раз все, с сегодняшнего дня мы не звоним друг другу. С чего-то это же начиналось, по крупицам же это же начиналось. Нет, у нас такого конфликта-то нет, никакого. У нас конфликт временной, то есть наши дороги расходились и разошлись. Я же говорю, когда есть общее дитя, есть общая цель, все-таки я написал для Аллы 71 песню. Как вот, право мне дало справочку. А это же годы жизни, это же месяцы, бессонные ночи и прочее. Когда я был влюблен в нее как исполнительницу, как интерпретатор моих стихов, понимаете, это же ее монологи были. Я же не говорю, что я все сочинил. Там были другие талантливые авторы, был и Тривердиев, и Дербенев в свое время. Но я внес... У вас больше? Больше, конечно. Недавно мы получили каталог весь, каталог, который зарегистрирован в Российском авторском обществе. 1123 песни. Скажите, вот вы готовы на сегодняшний день, если кто-то из тех людей, с которыми вы сейчас не поддерживаете отношения, скажет, ну вот, Илья Рахмальевич, давай вместе что-нибудь опять напишем. Нет, ну, во-первых, дело... У нас есть адвокаты, у нас есть защита авторских прав. Хотите со мной работать, вот обращайтесь к адвокатам, заключайте договор, как это в Америке и в Европе везде происходит. Сначала круг они проходят, вот этих агентов, адвокатов. Залучается договор, вот получается работа. Чтобы не начиналось опять то, что мы сейчас имеем, вот этих ситуаций, которые мы сейчас имеем. Что дорого, что дорого, там недорого, там... Вы же пишете от имени женщины. Желтый-то все напоминает, и сними, и сними меня фотографии. Да. Как вы можете... Я в предлагаемых обстоятельствах. Актер. А, тут вы включаете... Актер. Конечно. Ну вот, Владимир Семенович, замечательный актер в Высоцке, он тоже писал от лица персонажа. От лица военного, там. От туристового. Коля Добронрава, бывший актер, замечательный поэт. Тоже, так сказать, и от женского, и от мужского лица. Это очень важно. То есть у нас наша профессия помогает. Первая профессия. Что-то, какие-то вещи, какие-то ваши песни, они были... Сюжет песни. У вас же каждая песня, она действительно... Да, Ирина, вот она... Любое стихотворение, ты его видишь. Это какая-то маленькая история. Да, конечно. Маленькая история. От начала до конца. История жизни, да. Как будто бы книга, но она такая маленькая. Они, может быть, где-то были у вас подслушаны, посмотрели. Нет, у меня ничего подслушанного не было. Это все... Нет, вот мало... Вам никто не рассказывал. Это продукт фантазии. Редко, когда то, что я в жизни слышу, входит в канго песню. Редко. Потому что Жильверн сидел в кабинете и очень много придумал фантастического. Не обязательно в горы куда-то путешествовать, на воздушном шаре или прочее. Можно в кабинете сидеть. У меня, кстати, есть в новом варианте, в новом издании, который будет в два с половиной раза толще этой книги. Это будет 700 или 800 четверостишек. А профессий поэтов очень много у меня. О том, что поэт высоко... Да, и про плагиат. И что поэт высоко летает, сидя за тихим письменным столом. Хочу увидеть море, ты возьми меня с собой. Ирина на мероприятие. И к ней подходит резник. Ну, и что? Ну, какое у нее было вообще впечатление? А так она меня ее плохо знала еще тогда. Ну, а тем не менее, она уже созналась, что она знала. Ну, знала, знала. Но она, может быть, я не понимала, насколько... Что ему надо? Да. Но я его знала. Нет, на самом деле... Ну, такой, держу на комплимент. Он сказал, какие у вас ноги красивые. Ну, в принципе, я как-то... Ну, никак. Ну, как бы, и все. Вот. Потом мы с ним встретились еще раз. Он назначил мне свидание в ресторане «Елки-палки», потому что тогда Илья потерял все деньги. А когда мы уже с ним начали общаться, и я понимаю, что мы не можем наговориться, реально. То есть, вот такое ощущение, что вот... Ну, как вы, знаете, встретились до одиночества, да? Это спустя три месяца после нашего знакомства. Илья с Максимом полетел на одно мероприятие в Париж. Вот. Полетел в Париж, и, значит, они улетели где-то дни на пять. Я осталась в Москве, естественно, я работала там каждый день и так далее. Короче, приезжает Максим и говорит... Сын старший. Сын старший, да. И говорит своей жене, Наташа, слушай, я папу не видел. Он говорит, как папа не видел? Вы же жили в одном номере в Париже. Говорит, слушай, они разговаривают 24 часа в сутки. Я не мог с ним поговорить. Они все время говорят на телефоне. Слава Богу, что у Ильи был телефон, который подарили ему на юбилей друзья, по которому он мог звонить с утра до вечера. То есть, понимаете, Романг в Париж. Представьте, что можно поговорить за 24 часа в сутки. Вот он до сих пор у нас от Манна есть. У нас границы пользуемся. И Максим говорит, слушай, они все время разговаривают. Я не понимаю, как так. А это на самом деле. Вот я про то, что я выезжаю из дома, или Илья едет куда? Через три минуты вот сдаетесь. Я помню, на Шан залезет от магазина на втором этаже. Там всякие кофточки хорошенькие, такие белые кофточки. Я иду по этому ряду и говорю, Ир, вот такая кофточка. Здесь разрез, здесь три пуговицы, здесь рюшечки. А мне вообще, мне это не надо было, никакие у меня кофточки. Мне так было приятно, что он ходит по Парижу, звонит и разговаривает со мной. Илья написала поэму «12 месяцев». Так, где она? Там про человека, она есть, сейчас мы ее родим. У меня от 4-х томника. Прочитаем вам сейчас. И там про человека, который встретил свою любовь по 60 лет. Он написал ей за полгода до встречи со мной. Мы познакомились с ней, когда она была. Я, в общем, да. Вообще себе представьте. Мы познакомились, когда Илье был в 61-м году. Январь. Рождественская елка. Садом в компании хмельной. Не разглядел тебя я толком, ты чьей-то, кажется, женой была. Блондинка или брюнетка? Ах да, сидела визави. Тебе послал я на салфетке. Не помню что-то о любви. Февраль. У Болдина на даче был сумасшедший уикенд. Благоухала ты в Версаче. Играл полуночный пик-бенд. Кричали гости, аллилуйя. И ты танцуй, смеясь. Нежданным тайным поцелуем на мой порыв отозвалась. Какая бы Ира ни была, хоть у нее бы и пузо было, и уши большие. Но я ее любил все равно. Но она все равно красивая. В тот момент, когда вы познакомились с Ириной, вы были один совсем один. Один, слушай. Совсем один. Вы думали о том, что я еще, наверное, буду жениться, потому что мне так одиноко. Да нет, никакое проживание. Некому мне картошки пожарить. Не думали ни про какую женитьбу. Не думали? Нет, ничего не было. То есть у вас вот так вот все шло, как шло. Шло и шло, да. Шло и шло. Тоскливо жизнь моя текла. Она явилась и зажгла, как солнце луч среди ненастья. Ирина, а сложно жить с публичным человеком? Мне нет. Потому что вот именно вот этот публичный... Сложно ли с публичным или с поэтом? Вы знаете что, и не публичный, и не поэт. Вот конкретно вот с этим человеком. Я не знаю про других публичных людей и про других поэтов. То есть вот я считаю всегда... Илья, только не перебивай меня, ладно, ты не слышишь ничего, что я говорю. Вот я считаю, что Илья вообще, он просто вот ангел. Он большой ребенок, большой ребенок, вот с таким огромным сердцем. Потому что у меня такое ощущение, вот от своей недолюбленности по жизни, да, уже начиная с детских лет, когда его мама бросила. Вот с тех лет. Потом мне везло ему в личной жизни. Он настолько недолюбленный, но вот в нем сохранилась вот эта любовь ко всем окружающим. Он не помнит обиды, он всех прощает. И он настолько легкий. Мне настолько с ним легко, реально. Мне вот единственное, что мне нужно, мне нужно его просто оберегать, потому что очень ранимый он. И поэтому, естественно, что мне, самой ранимой и чувствительной, мне пришлось взять вот на себя вот эту заботу, чтобы защищать. А он вас оберегает при этом? Он, да. В том году одному довольно-таки известному желтому журналу, очень, не буду говорить имя, даже не догадываетесь, кто это, да, где он в своем пространном интервью на 10 страниц, он сказал, он назвал меня, как может вообще Илья называть свою любовницу и сожительницу женой, когда у него живет жена в Америке, настоящая законная жена живет в Америке, в которой он состоит в официальном браке. Вот вы не представляете, Марьян, что со мной было в то время, когда это печаталось, все летом в том году, вы не представляете, сколько у меня было переживаний, сколько у меня было пролито слез, не скрою, сколько у меня было истерик. Или я видел, как я переживала эту ситуацию, до этого у меня не было. Вам так интересно вот это чужое мнение? Нет, вот послушайте меня, я спокойно жила 13 лет, но когда меня публично, никто меня не воспринимал мне как жену, кроме там, может быть, трех человек в нашей стране, да? Вот, но когда я это услышала уже в свередствах массовой информации, и когда я встречаюсь, я приезжаю в санаторий в Крым, а мне показывают этот журнал, который люди знают, что мы с Ильей 13 лет вместе, и мне показывают этот журнал, что я должна им говорить, как я должна оправдываться. Та ситуация, которая отразилась на моем здоровье, я не скрою, что это отразилось на моем здоровье, да? Слава Богу, сейчас все в порядке. Илюша, видя это, он начал спустя 13 лет в нашей совместной жизни, он начал бракоразводный процесс. Он был инициатором этого, что надо все-таки что-то делать, чтобы уберечь меня. И, в принципе, вот эта инициатива, чтобы пойти и официально расписаться в ЗАГСе, это была Илюша инициатива. Я абсолютно не чувствовала себя ущербной вообще за эти все годы, потому что Илья создал и дал мне понять, что я единственная женщина в его жизни, и никого больше не существует, только в силу каких-то семейных обстоятельств, потому что совершеннолетие ребенка в Америке в 21 год. И если бы мы начали раньше, то это были бы большие проблемы с разводом. Вот он, процесс-то. Это мой муж, он ждет меня. Только не сладкая, да? Он еще улыбнись вот от камеры. Ледовь. Вот, поменьше. Скажите что-нибудь в этот счастливый для вас день. Я очень рад, что я не выхожу, а жнюсь. Что у меня такая невеста-жена, что у нас такой свидетель, благодетель, и что Елена сам нас приняла вот так конфиденциально и без всяких понтов. Вот они, окольцованные. Знаете, я отмечу Экспромт. Экспромт какой-нибудь. А я скажу сейчас одну вещь. Нам позвонил сегодня очень-очень наш любимый человек, только я не скажу пока, кто это был. Он наш ангел тоже, хранитель еще один. Он был вторым, кто после Сережи Жорина узнал обо всем. И после Елены Ушанной. Да, очень, действительно, торжественный такой момент. Жизнь каждого человека, он очень торжественный. Я вижу, что вы тоже так относитесь с волнением, ну и с радостью великой, большой. Ваше настроение нам очень передается замечательное. И ваше письменное согласие о заключении брака это ваши подписи, двух записей как-то гражданского состояния. Вы подтверждаете ваше согласие? Да. Да, безусловно. Да. Вы ваши дамы услышали? А теперь письменное, пожалуйста. Пойдите. Давайте. Да, да, да. Да, да, да. Так, здесь будет письменное. Вот картер такой. Жить. Ура! Ура! Так, что со мной. Горько! 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 Вот именно там, можно сказать, если так, Максима Дунаевского, Виктора Елисеева, Малинина и так далее. То есть против Ильи готовилась передача три месяца, юристы работали. Мы же этого не знали... Кто-то платил, но мы же не знали! — Это, видимо, люди, которые вырезали рядом с Матецким. — Ну, не знаю, кто это делал тогда? — Я думаю, что это сам Матецкий. — Давайте я позвоню ему, спрошу. — Нет, дело не в этом. — А проехали. — Подожди, Марьян, вот эти телевизионщики, вы не представляете, мне редактор звонила каждый раз, вы получили решение на руки, скажите, пожалуйста, вот если мы соберем студию, они нам сказали, что мы хотим устроить вам красивую помолвку в студию. Я не буду принципиально называть канал, потому что все его знают. — Мы хотим сделать вам красивую помолвку в студии. — Я говорю, ну, знаете, нам не надо, мы 14 лет вместе, какая помолвка? — Хорошо. — Тогда они говорят, тогда мне звонит одна моя подруга, занимается там немножко журналистикой, говорит, Ира, вы правда дали согласие прийти, пусть говорят? — Я говорю, нет, а что? — А говорит, нам сказали, что там будет Алла Борисовна, и там будут мирить Илью Рахмельевича и Алла Борисовна. Я говорю, первый раз слышу. — Третий звонок уже от юристов Первого канала, почему вы не хотите прийти, ну, не от юристов, в том же там какая-то редакторша, видимо, и она излагает свою версию. Когда мы рассказали, в чем дело, почему мы не хотим идти в студию, она говорит, вы обещаете мне, что вы до 9 июня, пока у нас не состоится программа, вы никуда не пойдете? Я говорю, а как я вам могу, что я могу вам обещать, что мы в ЗАГС не пойдем? Кладет трубку, потом говорит, а вы не можете нам рассказать адрес, где вы живете, мы еще тут просад огород программу снимаем, мы тут как бы к вам еще просад приедем. — А мы вспомнили, что они дежурили в даче Донаевского. — У дачи Донаевского они же тогда с камерой выставили, пост дежурили. — Ужасно отвратительное такое. Поэтому, естественно, когда мы эту ситуацию всю как бы прочувствовали, и нам эта девочка редактор говорит, а вы знаете, а мы готовим программу уже с бывшей женой, со всеми звездами шоу-бизнеса, мы готовим три месяца. У нас юристы работают три месяца. Понимаете? Поэтому мы Сергею Жорину, нашему любимому Сереженьке, сказали адрес ЗАГСа, в котором мы будем, за полчаса до бракосочетания. Ни один человек не знал. Я говорю, Сережа, я тебя умоляю, не пиши в Твиттер, но не пиши. И мы, когда мы были в день бракосочетания в салоне, и потом поехали в ЗАГС, а из ЗАГСа мы приехали на фотосессию для каравана как раз, вот то, что вы читали, да? А никто ни на съемочной площадке не узнал, откуда мы к ним приехали. Они думали, что мы с макияжем приехали к ним на съемку. А мы приехали из ЗАГСа вот с таким огромным букетом розбелых. — Что для вас изменилось с этого дня? — Ничего, абсолютно. Но мы были счастливы, мы прыгали, как дети, да? Я прыгала в ЗАГСе, Илюша заплакал от радости. Вот, поэтому ничего. Единственное, что я стала просто, наверное, ну не то, чтобы поспокойнее, но Илюша, в общем, меня уберег, наверное, от того, чтобы больше вот в таких журналах от этих людей больше не говорились такие обидные слова в мой адрес. А в Крыму мы отдохнули, на Украине потрясающе. Вот нас Украина приняла, вот, конечно, это... — Это такая любовь, это такое... — Это вы не представляете, что творилось там... — Обожание, все очень просто. — ...на рынке. Когда мы зашли на рынок просто, помнишь? — Угу. — Как он назывался? — Лесарабский. — Лесарабский, да. — Нам и сало подарили, и меду, и что там, и цветы, и семечки, и все, что хочешь. — Чай зеленый там... — Да, трогательная семья. — Я очень мечтала после того, как мы расписались официально в Сырешу 2 июня, я почему-то очень мечтала именно 8 июля попасть в храм. Вот, и вы знаете, что самое удивительное, мы 7 июля приехали в Крым, как раз в гости к Литву Федоровичу, да, на его день рождения. И 8 июля ни с того ни сего директора санатория министр культуры Михаил Андреевич о храм говорит, а поехали, говорит, в церковь сегодня, в Харус. Мы покажем вашу замечательную церковь и познакомим вас с настоятелем Евгением. Вот, и мы поехали. Была жуткая погода, был такой, знаете, что-то не камнепад, говорят, был. Ураган страшный, ветер, дождь, ливень стеной. И он был занят какое-то время, у него были крестиной. И говорит, а пойдемте вот зайдем в шашлык, шалаш, там ресторанчик какой-то есть. Мы зашли, пообедали, подождали, пока отец Евгений освободится. И потом мы поехали уже непосредственно в храм. Когда мы поехали в храм, я думаю, а как же мы там будем ходить, ливень там, ничего не посмотрим оттуда. Мы выходим из машины, солнце, ни одного облачка, это чудо какое-то. Три собаки, три кошки. Все подобранные практически, либо все с непростой судьбой. Самая старшенькая у нас это Лялечка, которая, когда я работала, приехала с работы. А у меня до этого была кошка, которую я подобрала на сборе в Адлере в 87-м году. И мы с Илюшей когда познакомились, она уже тяжело болела, у нее была онкология. И Илья, увидев эту кошку, посмотрев на нее, она влюбилась в Илюшу сразу. И она год еще после операции у нас прожила с ним. Вот, и он влюбился в кошку. Конечно, мы очень тяжело пережили эту утрату. И буквально через месяц или полтора кто-то из знакомых рассказал, что есть такая замечательная порода. Шотландская веслоуха, дал телефон заводчице. Он поехал, купил котенка. Вот увидел, влюбился в глаза, забрал и приехал. Я прихожу с работы, приезжаю, он меня встречает, а у него на плече сидит какой-то зверек непонятный. Она даже на кошку не была похожа. То есть я понимаю, что у нее не ходят задние лапы. То есть он купил, ему понравились глаза, и он купил выборкованную по породе, выборкованную котенка по породе. То есть если бы мы его не забрали, то он был бы умертлен. Потому что там либо родовая травма, когда вот скрещивают, знаете, шотландских, с британцев там как-то шотландцев с шотландцами нельзя, там обязательно должен быть там кто-то британец, кто-то шотландец, потому что получается патология там по костной системе. Вот. И я понимаю, что он не может ходить. А мы уже влюбились, мы поехали к ветеринару. Он говорит, что атрофированы задние лапки, что там, по всей видимости, какая-то травма или еще что-то. В общем, мы ее начали выхаживать. Она у нас живет 12,5 лет. Она до сих пор жива здесь. Вот. Потом у нас появилось, через два месяца родители начали строить дом, а вот у нас появилась черюшка. Значит, это щеночек, потому что они просили собаку за город. Вот. Я думаю, ну как пожилым все-таки людям, как можно купить там какую-то породистую там для охраны или еще что-то. И тут моя приятельница, у нее дочка подобрала в метро, добрая душа, подобрала собаку, которая щенилась в метро. Шесть щенков. Я пришла, и вот эта черюха, которую вы видели, постриженная, она вот так вот прильнула к моей груди, и все. И я ее забрала через два месяца. Когда она подросла немножко. Вот. Потом появился кто у нас? Потом у нас были подкидыши. Это были близнецы Сонечка и Санечка. Подкинули подворота моим родителям. Маленькая страна. Маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она?